Открытие съезда началось с приятной культурной нотки. Для делегатов выступил Сучинский симфонический оркестр. Жизнерадостная и гармоничная сиренада Моцарта сразу настроила участников на плодотворную работу. Ведь на протяжении трех дней они будут обсуждать и находить решения по проблемным вопросам сферы государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Место проведения съезда не случайно, ведь Краснодарский край особенно славится объектами исторической памяти. В регионе их насчитывается более 18 тысяч. Большая часть памятников – это археология. Территория края насыщена так памятниками, потому что эта территория всегда была освоена, всегда была востребована, всегда здесь проходило развитие, всегда были с древних времен поселения. И на сегодняшний день это развитие и освоение продолжается. Доказательства тому, что развитие не стоит на месте в плане преобразования реликвий, новые археологические раскопки во время строительства мостового перехода из Тамани в Крым и в период подготовки Сочи к Олимпиаде. Около 20 археологических экспедиций, работавших на территории нашего города, подарили музейным запасником города более тысячи артефактов культурного наследия нашей страны. Среди них такие, как открытие храма византийской культуры 11 века в Эмеретинской долине. Кстати, в Сочи находятся 400 памятников историко-культурного наследия. Среди них известные архитектурные доминанты города – морской порт, художественный музей, зимний театр. Все они находятся в федеральном реестре, но поддерживаются за счет муниципальных средств. Ведь, как утверждают в министерстве, денег на восстановление всех памятников по России, конечно, не хватает. Поэтому запустили несколько проектов, связанных с привлечением частного капитала на объекты культурного наследия. Это льготная арендная плата 2005-го представителя правительства. Сейчас выпустили представление правительства по поводу продажи памятников с аукциона за один рубль, при условии их восстановления, полного восстановления. Ну и так далее. Такие проекты существуют уже во многих регионах. Но все же не во всех регионах понимают ценность и значимость объектов исторической памяти. Огромное количество собственников небрежно относится к тем объектам культурного наследия, которыми они владеют, при этом нарушают закон. А все это следствие отсутствия правоприменительной практики. Теме взаимодействия государственных органов с общественными организациями будет посвящен один из круглых столов. Ну а помимо совещаний, участники съезда также совершат экскурсии по Сочи и посетят музеи и памятники истории и культуры курорта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.